Итак, мы продолжаем наш разговор о чемпионате России по футболу. С вами снова Константин Калуцкий. И вы знаете, я в свое время сказал, что в нашей лиге ни дня не проходит без скандала. И, к сожалению, очередной тур принес очередные конфликты. Были и судейские нелепости. Мы помним матч Краснодар-ССК, где, на мой взгляд, творился полнейший абсурд. И просто какое-то сборище кротов было вместо арбитров. Потому что, как иначе, можно было не заметить такой очевидной пенальти в концовке встречи. Но даже это, наверное, меркнет на фоне того, что произошло в Грозном. Увы, столица Чеченской Республики замечательный, чудесный. И все мы понимаем, что там живут замечательные люди в большинстве своем. Но периодически там появляются и свои неадекваты, которые творят не пойми что. И мы помним множество историй. Драки молодежных команд, драки старших команд, избиение Спартака Гогниева. Помним выкройки на замечательном громкоговорителе. Помним массовый побег к фанатам Спартака, которые там, дескать, оголились или еще что-то сделали, когда весь стадион туда понесся. Ну, а на этот раз отметились стражи правопорядка. Ну, понимаете, у нас в стране такой правопорядок, что стражи порой ведут себя так, будто это не наши, скажем так, защитники, охранники и так далее, а скорее наши какие-то полицаи, которые нам здесь устраивают подобные акции устрашения. И вот, пожалуйста, во время матча в потайбунном помещении, ну, скажем так, просто избили людей. Ну, а потом еще и официально сказали, что с ними проведут какую-то воспитательную беседу и, цитирую, вернут. Вот так вот, знаете, звучит, как будто людей взяли в заложники. Ну, давайте это все обсудим, потому что на самом деле очень печально смотреть подобные. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, во-первых, хотелось бы напомнить всем достаточно очевидную истину, что в любом регионе страны можно встретить как адекватных людей, так и не совсем адекватных. И зачастую вот эти не совсем адекватные люди могут оказаться в форме сотрудников правоохранительных органов. Такое тоже, к сожалению, иногда бывает. Это не означает ни в коем случае, что все полицейские – вот такие мерзавцы и негодяи. И это, конечно, не означает, что в Чечне там какие-то не такие люди живут. И это на тот случай, если сейчас мне начнут приписывать, как всегда, какой-нибудь нацизм, расизм и так далее, ребят, я в конце концов сам на какую-то часть адыг, мне как-то не с руки записываться в некие мифические русские скинхеды. Хотя, понятное дело, сейчас прибегут ребята горячие и будут рассказывать, какой я мерзавицей, что я ненавижу всех кавказцев. Но это, знаете, у людей вечно все в какие-то крайности выходит. И поэтому я понимаю, что болельщики футбольные – это, скажем так, горячие тоже категории населения. Они могут вести себя неадекватно, они могут вести себя грубо, дерзко, возмутительно. Ну а спартаковские фанаты, они в процентном отношении никак не отличаются от других. То есть процент неадекватов, на мой взгляд, и среди спартаковцев, и среди армейцев, и других, он примерно одинаков. Проблема в том, что спартаковских фанатов их очень много. Как говорится, от Москвы до Бреста нет такого места, где бы не болели за Спартак. Старая еще советская кричалка. И вот, понимаете, в этих условиях, конечно же, среди спартаковцев, представителей самой большой фанатской торсиды, будет достаточно много неадекватов. И, понятное дело, они в том числе могли оказаться среди красно-белых болельщиков на том матче. Но, вы знаете, я сомневаюсь, что даже среди неадекватной части спартаковских болельщиков найдутся настолько неадекватные, что будут оскорблять местных жителей в Грозном. Вот понимаете? А ведь версия, которую сейчас продвигают, опять же, защитнички вот этих людей, которые избивали фанатов, они говорят, что это были пьяные, неадекватные люди, которые оскорбляли местных жителей. Я не знаю, может быть, у этих фанатов Спартака какие-то тяжелые заболевания, и они хотят совершить такую эвтаназию очень специфическую, или это просто самоубийцы, и они вместо того, чтобы включить всем теперь уже известную песню «Камнем вниз» решили вот так вот самоубийца? Может быть, такой вариант есть. Но, честно говоря, мне сложно представить человека в здравом рассудке, который будет в Чечне на стадионе Ахмата оскорблять местных жителей. Ну, блин, мне, честно, сложно это представить. Извините. Хотя, может быть, кого-то из чеченцев как раз это порадует, что вот так опасаются вести себя нагло в Чеченской Республике. Может быть, это и хорошо, кто его знает, порядка больше будет. Но мы говорим по факту, что сложно представить себе, что вот так вот будут вести со спартаковские фанаты. Тем более, что, судя по всему, они вели себя не в толпе так, а именно по отдельности. Ну, извините, это мне сложно представить. И еще сложнее представить, что эти люди были бухими. А там именно говорится, что они пьяные в алкогольном опьянении. Всем известно, что в Чечне достаточно сложно добраться до алкоголя. Насколько помню, он там официально продается только в какой-то гостинице очень дорогой. Ну, блин, и че? Каким образом они нажрались? Они такие нажратые были, что целый день до матча не могли протрезветь? Ну, это сложно представить себе. Или что? Или они с собой столько затащили? Ну, в общем, знаете, как-то странно это все. Тем более, что это было, по всей видимости, во время перерыва. Ну, они на стадион, что ли, алкоголь еще протащили? Ну, я сомневаюсь, что в Чечне это возможно. И это реально. В общем, знаете, на самом деле это все больше напоминает тот самый старый анекдот, когда борцы-вольники рассказали про то, что мимо них проходил скрипач, ну, и неожиданно начал биться в конвульсиях об их ноги. Они пытались бедного скрипача успокоить, но он продолжал биться об их ноги и калечить себя. Вот здесь примерно то же самое, как в том старом анекдоте. Прям вот чувствуется. Ну, а по факту, ну, мы понимаем, что там весьма специфично все устроено, и мы понимаем, что там на самом деле те же самые силовики и местные жители могли воспринять за оскорбление, ну, не знаю, то, что у нас, не знаю, в средней полосе России за оскорбление не считается. Поэтому здесь, как мне кажется, очень натянута эта версия, и не исключено, что там на кого-нибудь слишком дерзко посмотрели, и вот это всем этим подобным закончилось. То есть здесь, если честно, вот эта версия со стороны силовиков, ну, она выглядит слабоватой. Кстати, да, заранее перед ними извиняюсь, а то еще найдут, заставить кричать Ахмат силы и извиняться перед Рамзаном Ахматовичем лично. Но по факту, блин, ребят, ну, перебрали, здесь очевидно. И хотелось бы отметить, что даже если там было какое-то хамство, пьяное поведение, ну, простите, вот такое себе позволять со стороны органов правопорядка, ну, это недопустимо. Тем более, что мы должны понимать, что это футбольный клуб, который является одним из таких, знаете, как бы это сказать, одним из составляющих элементов имиджа республики. Туда вбухиваются большие деньги, стадион крутой построили, туда Роналдиню приезжал. Ну и простите, все это вбухивается впустую, если это будет заканчиваться вот такими вот эпизодами. В конце концов, давайте вспомним, что Кавказ исторически все-таки в первую очередь у многих людей ассоциируется с каким-то гостеприимством и так далее и тому подобное. А здесь, ну, вы знаете, даже если гости ведут себя настолько нагло, хотя я в это не верю, вот подобным образом отвечать, паковать и избивать их на глазах у множества людей, ну, это некрасиво, это как минимум. А по факту это, скорее всего, правонарушение, возможные преступления. Я не разбираюсь в уголовном кодексе, я все-таки юрист-специалист был по гражданскому праву и арбитражу, но вот мое субъективное мнение, что здесь явное превышение норм всех установленных полицией. В общем, знаете, на самом деле каждый раз, когда мы говорим про события, связанные с этим регионом, к сожалению, постоянно приходится быть очень осторожными в выборе формулировок и очень сдержанными. Но, вы знаете, ведь это тоже не идет на руку этому региону. Мы должны понимать, что в результате у людей появляется определенное специфическое отношение к данной республике, в том числе и из-за таких ситуаций. Поэтому, знаете, с одной стороны, вбухиваются огромные деньги в создание позитивного имиджа Чечни, и здорово, что там строятся красивые гостиницы, открываются спортивные клубы и так далее. С другой стороны, происходит вот такое. И вот такое, конечно, будут обсуждать куда больше, потому что негатив всегда в прессе обсуждается активнее, чем позитив. Поэтому очень хочется верить, что эта история будет уроком для всех нас на будущее, и в первую очередь для людей, которые обременены властью, которые представляют республику. Они должны понимать, что такие истории не красят в первую очередь их. Так что такая ситуация. Ну и да, мира всем, ребят, дружите. Нет плохих наций, есть плохие люди. И давайте будем работать над тем, чтобы подобной фигни в нашей жизни было меньше. Потому что это очень плохо. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.